Со стороны ничего необычного. Подобные троллейбусы уже давно курсируют по улицам российских городов, в том числе и в Видном. Разницу замечаешь, когда машина оказывается в микрорайоне Завидное, где, как известно, троллейбусных проводов нет. Едем на аккумуляторных батареях. Электробус с динамической подзарядкой предусматривает ход 20 километров с полной нагрузкой. Это пассажиры, кондиционеры, или отопление зимой, электрическое отопление, ну и остановки, как положено, в штатном режиме. На выбег машина может пройти до 40 километров. За рулем электробуса Владимир Носов, водитель Видновского троллейбусного парка с 17-летним стажем. По его словам, разница между обычным современным троллейбусом и этой машиной небольшая. К кнопочкам, как говорится, привыкнуть к этим, к культу управления всей этой системы. А так, все одно и то же. Педали те же, здесь вот руль, вот только здесь. Но тут сложности никакой нет. Особенность электробуса – способность мгновенно переключаться с питания от проводов на аккумуляторы. При этом, когда он в следующий раз подключится к электросети, прямо на ходу начнется подзарядка. И так как он заряжается под троллейбусной сетью, вот, обычно рекомендуется 50 на 50. Прошел 7 километров на автономке, подсоединился, прошел 7 километров под контактной сетью. Прошел 20-20. Машина очень экономичная, потому что применены все энергосберегающие технологии. Ну и вы видите внешний вид. Как я говорю, мне не стыдно уже представлять эту машину. Первые пассажиры этого электробуса в Видном – участники технического совета, посвященного развитию электротранспорта в Московской области. Чтобы поездка была максимально комфортной, все системы контролируются водителем. Здесь компьютер стоит, монитор, тормозную систему, конвекционер, напряжение, какое идет, скорость, освещение. Электробус рассчитан на одновременную поездку 98 человек. Несмотря на то, что выпускаются подобные машины сравнительно недавно, спрос на них уже значительно превышает предложения. Более 180 машин уже выпущено. И следующие в этом году еще 111 машин мы должны поставить в Санкт-Петербург. Полностью встают на Невский проспект, выполняя программу «Чистое небо». Сейчас завод-производитель ведет активные переговоры с правительством Московской области. А государство запустило программу субсидий на покупку электробусов. По предварительным прогнозам, подобные электробусы могут появиться в Видном уже в следующем году. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова